Сейчас я открою эту посылочку, и вы увидите, что в ней. Я увижу! Я надеюсь, что это то, что я думаю. Вообще-то она должна была прийти вчера, но не знаю, как получилось. Мы не слышали, как постучались в дверь. Увидела только, что кинули бумажку о том, что они были. Так, как его вытащить-то? Это оно! Это оно! Это точно, точно оно! Смотрите, что мне пришло! Вот это да! Ой, какой он тяжелый! Сейчас две руки надо. Сейчас я его сюда поставлю. Давай, давай! Отцепляйся! Оооо! Вот это вещь! Я довольна, как слоняра! Ой, какая вещь классная! Так, это инструкция, это потом будем читать. Это что-то откручивается, да? Это пресс! Пресс для сыра пришел! Так, зачем он не поднимается? Как он поднимается? Как он поднимается? Пресс, а пресс! Пресс для сыра пришел! Представляете? Нет, вы представляете, нет? Я нет! Я не представляю! Тут вот такие штучки, их видимо надо закрутить. Не знаю, я инструкцию еще не смотрела, но, наверное, так и должно быть. Да? Вот это вещь! Такая тяжелая, прям основательная. Кстати, стоил мне не очень дорого. Если я не ошибаюсь, если память не изменяет, стоил он, по-моему, что-то около 40 паундов. Что мне кажется не очень дорого. Так, ну и как он поднимается-то, пресс? Какую сторону ее крутить надо? Что она не поднимается? Оно должно подниматься, нет? Во, поднимается! Да? Поднимается, но очень медленно. Леша, Миша, смотрите, какую штуку мама купила! Гане понравится она! Чем это? Да! Пожалуйста! Сейчас, возьми! Это пресс для сыра! Нет! Будем сыр делать! Ты будешь крутить? Подожди, подожди, мама хочет вытащить вот эту вот плошку! Подожди! Ох, как его долго крутить-то! Вот эту вот хотела вытащить! А, ну вот так, да? Да! Такая вот поверхность у него здесь! Так, смотрите, сейчас я дам Гане пускай она здесь крутит! А вам покажу, смотрите, что получилось! Получается у нас! Тут такая емкость с дырочками! Ха-а-а! А что дырочки только в основании их нету, дырочек? А как-то так? И вот эта штука вставляется вот в эту, и здесь вот должна выходить вся жидкость. То есть пресс будет давить сюда, и из этой дырочки вся жидкость выходит. Только вот я не поняла, почему нету на дне дырочек, а не только сбоку, и причем, смотрите, как высоко, далеко от основания. Ну вот так вот! Вот так вот интересно! Такая интересная вещь! Так, давай, Гань, обратно поставим! Давай вот сюда поставим! Так, ставишь туда с сыром вместе, да? И начинаешь крутить, закручивать! Основание железное у него! Ивка! 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 Что? Крутишь! Крутишь, да? Будешь сыр делать! В общем, вот такая вещь! Здесь она железная, такая тяжелая, невозможно ее опрокинуть, одной рукой тяжело поднять. Вот такой вот пресс, он в чем-то покрыт такой какой-то, видимо, с завода. Его помыть надо, наверное, все это. Такое, как в чем-то оно, как в стружке или в масле, в чем-то. Ну вот такая вещь классная! Ох, тут нарисована она! Качели! Качели! Думаешь, это качели, да? В общем, вот такое вот у меня приобретение, вот такое видео. Не знаю, когда я буду делать сыр, когда я его начну. Кто-то меня спрашивал, зачем делать из магазина молоко, если вот тут есть неподалеку ферма, которую я показывала, где можно взять сырое молоко. Может быть, я и туда съезжу, может быть, я там и возьму молоко, не знаю. Посмотрим. Магазинное молоко, которое я покупаю от джерсийских коров с острова Джерси, оно прекрасное, просто идеальное. Это самое вкусное молоко, которое я когда-либо пробовала. И я думаю, оно, в принципе, подойдет для сыра, наверное, я так предполагаю. Посмотрим, в общем. Не знаю, опять повторяю, не знаю, когда я смогу что-то вообще попробовать, сырное делать. Потому что не успеваю жить, так много чего хочется попробовать, много чего надо сделать важного. Но я обязательно это сделаю, потому что если был куплен такой уж классный агрегат, то я обязана, обязана что-то такое сделать, твое задуманное. Мама, ушки. Это не ложки и не ушки, это шампуры для мяска. Ну, в общем, попрощаюсь с вами. На этом все, всем пока, с вами была Надежда, до новых встреч. Не забывайте, придерживайте мне ничего, это со мной сладкое тесто. Маленькие здесь справились. Это сырное... Как работаете не знаю. Что сырное? Я? До сыра. Процесс. Крути, что я прямо до сыра и что оно делает? как это работает это пресс для сыра а вот так? я так? нет, его туда вот кладешь он туда вот а потом вот так вот будешь, она опускается да, я так и хотела получается давить я так и хотела из него сливается вся жидкость и молоко получается такой тверденький кути 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 мамушка так видит, что видим так да, нет крутится кути носки Леши пришли Леша, иди принимай носки Алексей носки тебе пришли у Леши такие носки я не знаю почему у него на пятках прорываются дырки я не понимаю почему он как-то вот кстати у Миши то же самое плохие носки вот они говорят это плохие носки а может быть ноги плохие не знаю почему но у них прорываются вот на пятках дырки вот сейчас у него ну-ка сними Леша носочки покажи нам свои носки есть дырка? есть дырка вот а вон дырка смотрите дырка на носке я не знаю как я тоже не знаю как вот эти носочки через неделю они опять будут дыркой на держи снимай старый носок тоже в мусорнике его выкидывай и на тебе целую гору носков эти носки мне стоили по-моему здесь 12 пар и стоили они мне что-то около 12 а здесь написано а нет 7 фунтов 8 7,95 почти 8 фунтов да 12 12 штуки держи Алексей удобные? удобные хорошо без дырок да только они какие-то длинные да они длинные высокие немножко не дырные а какие-то тонкие тонкие? они мягкие просто на 74% из скотин из хлопка на держи на спасибо то скажи не что да сказал ну ладно заказывала на ebay разные платья я знаю что что нельзя заказывать вот так вот заочно какую-либо одежду потому что она приходит и она вечно не подходит но я все-таки решила попробовать давно решила попробовать и заказывала разных платьев потому что я хожу в юбках и платья как вы знаете и все было что-то не то и одна там платье там размер не тот другое там еще что-то там ну в общем как-то все не подходило и тут я нашла одного продавца с Китая по-моему с Китая главное платье оказались самые дешевые и я одно платье заказала померила и мне так понравилось что я еще два заказала в общем сейчас я раскрою это оно вроде бы оно да так точно оно у меня то есть одно такое платье уже есть я точно такое же только другого цвета там много-много разных цветов заказала стоило каждое платье по-моему 12 паундов тут бумажки нет ну в общем 12 паундов каждое платье вот такое платье ааа можно его померить я могу померить и показать вот такое вот платье зеленого цвета с таким вот воротником вот с таким вот воротником который можно как-то его облагородить как тебе угодно здесь есть застежка растежка но я влажу в него и без растежки потому что оно сделано из материала хлопок с эластином то есть влазишь в него и так конечно же длина у него длинная там наверное сантиметра 3-4 надо убрать но вообще в принципе вот такое вот платье 12 всего лишь фунтов стоило что очень удивило потому что я покупала дорогие платья они были ужасные а вот простое платье купила и подошло все то есть